МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своё мнение относительно инцидента на футбольном матче «Динамо-Зенит» накануне выразил премьер-министр. Дмитрий Медведев опубликовал запись в социальной сети Facebook, где назвал этот случай отвратительным. Председатель правительства призывал граждан вместе подумать, как предотвратить подобное происшествие. Напомним, в ходе матча в прошлую субботу пострадал галкипер московской команды. Петарда, брошенная с гостевой трибуны, взорвалась на поле у ног Антона Шунина. В результате фанатской выходки врачи диагностировали у ротаря ожог круговицы глаза и посттравматический отит. В настоящее время исход матча неизвестен. Игра была прервана на счёте 1-0 в пользу москвичей. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сегодня, во Всемирный день туалета, вход в общественные уборные водоканала будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба компании. Речь идёт о стационарных, модульных с накопительными ёмкостями для установки в садах и парках, а также передвижных санитарно-гигиенических комплексах. Всего в ведении предприятия находится 794 общественных туалета. Из них в эксплуатации 648. Правда, надо отметить, что обслуживают общедоступные уборные в городе и коммерческие организации. Когда в квартирах погасли лампы, на перекрёстке потухли 8 светофоров. Жильцы дома 38 на проспекте Мариса Тореза усмотрели в этом нехорошее совпадение. Они быстро выяснили, что уличные регулировщики присоединены к главному распределительному счету здания. Как следствие, возник оризонное опасение. Получается, из своего кармана они оплачивают не только свет в квартирах, но и работу светофоров на перекрёстке. За октябрь 956 рублей на общедомовые нужды. За ноябрь 219 рублей. Теперь счета за электричество вызывают у жильцов подозрения. Насколько они оправданы? Подробности в наших следующих выпусках новостей.